итак всем привет с вами carson gun и мы проходим визуальную новеллу под названием бесконечное лето а именно мод с имени лето остановились мы на крайне занимательном моменте мы спали хотели бы увидеть сон с мику однако она бросила камушек в окно плюс мы уже вышли наконец на ее рут следовательно мы сделали все правильно осталось только теперь удержаться на этом руте и получить хотя бы хорошую или довольно таки тру концовку возможно получится но мне или нет давайте посмотрим на будущее давайте посмотрим по пути прохождения а пока продолжим читать что за едва едва расслабившееся тело милосердно тянула обратно уютный плен одеял на секунду спустя и стекло ударил второй камешек все надежды на то что тихий стук в стекло мне просто приснился прошли прахом как и то что я наконец все таки вернусь обратно в сон где меня ждет мику мику я залыбался вспомнив о том что видел последние сколько полчаса час узкая ладошка тоненькие нервные пальчики изящные запястья и прозрачная мраморная кожа щедро обрызнутая лунным светом тихий вечер в северных широт напоенных ароматом хвои со влажными вкраплениями зеленого грибного дождика никогда не уходило со впечатления что земля в эти моменты расправляет альвеолы и делает первый вздох новорожденная земля делает свой первый вздох и выходит навстречу миру чтобы питать и родить а мы сидим на корявой сосне удобно устроившись развилки между толстятыми ветками и я настоящий приближаюсь к тридцатку и мику чуточку старше она лежит внутри меня как в удобном гамаке и дыхание гагаринская 88 вдохов-выдохов и пульс космический 54 удара в минуту только только так можно побороть нервную дрожь и настроиться на единый лад когда понимаешь чувство дорогого человека раньше чем он осознает их только так можно предаваться тому что я всю жизнь нажива называл один чай лентяничать а индусы всех времен величали тантрой неспешное салостное растворение в партнере прикорнувшим на груди кажется я снова уснул так как от бросания камушков таинственный визитер перешел к стуку в окно и в стуке в этом ясно совершалось нетерпение черт возьми кто бы ты ни был сейчас станет ольга и ты покойник я приоткрыл один глаз ожидая увидеть поднимающийся вожатую с утра вечно в этот момент пропускал и каково же было мое заразе разочарование когда я узнал что казался один в домике похоже подниматься все-таки придется с умным и смирением подумал я выбросал ватное тело из прогнувшейся панцирной сетки по голове как будто чем-то тяжелым стукнуло и без этого темная комната потемнела еще сильнее перед глазами поплыли зеленые круги а в ушах тонко и и неприятно запела чертова дистония я нащиповал выключатель и присмотрелся к окну пришлось при несколько секунд стоять опираясь руками о стенку борис разыгравшийся дистоний сматрия плывущие крови зеленые круги перед глазами но с этой неприятностью от кори совладал и подойдя к окну взглянулся в ночь там же улыбалась мику увидев что я заметил она замахала рукой кажется девочка вас жаждет внимание кажется все белые люди в это время еще спят проворачал я ты что-то не спишь так не громко рассмеялся мой вечный собеседник и умолк давай мне собраться хотя какой там собраться после танца вся нарядная одежда висела на спинке кровати вся повседневка лежала на табуретке и вопросов о том что надевать даже не возникало ой привет яичка прощебетала ожидающий меня нику разбудила из-за него просто небольшая параллельно к возникла если не справиться никак не могу проблемка отзывка кажется немного вывихнула челюсть ой хитая привычный мне опять нажимать правый крик нервный так как зубы я сомкнулся щетим хрустом а не может эта проблемка подожди до завтра например если рука дмитрина застукает шариковой ручкой по макушке не тупи а девочка тебе вызывает но внутри в ночь к себе думается это не то предложение от которого только можно так просто отказываться не только дмитрина я все утрясла показалось ей в голосе скользнула нотка неуверенности показалось или нет смотри сам тебя вполне могут звать за тем чтобы ты ее под одеялом кроватку нагрел я приободрился ну или для того чтобы тихоньку придушить тебя подушкой и вырезать почку ты не помогаешь ладно а теперь шутки в сторону как думаешь что в голову придет вожатый когда нас поймает а это неизбежно и то что на улице ночь на улице только вашу вину усугубит хочешь чтобы тебя из лагеря выгнали да почему выгнали то что не правда какие-то проблемы конечно и на вопрос о согласовании вожатый она и конечно на вопрос о согласовании с вожатой она это глазками в в сторону вильнула исключительно по этой причине и что теперь прогнать ее наиболее безопасный вариант а то смотри я же тебя знаю когда она раздеваться начнет из тебя можно будет пластилин лепить а учитывая твою безучесть да понял я понял дай подумать освигали тут думать она зовет тебя с явной единой целью об этой цели в своем возрасте пора уже научиться говорить плацдарм готовить плацдарма у тебя есть на примете вот именно вот завтра послезавтра придумаешь как вожатую отвлечь да как гарантирован исключить присутствие всех остальных тогда можешь шаромыжиться поделить девичьим домиком сейчас у тебя все равно ничего не получится все чапай подумал чапай решает тут нам шиза говорит что мол лучше не помогай мику ибо это ход на то чтобы пойти к мику и мягко говоря с ней вы поняли просто мне не очень хочется говорить ну не то чтобы я противник этих всех просто я не люблю разбираться такими словами и направо налево и как бы давайте думать логически я помню что это изменил то есть это было то есть мы нику помогали как я уже не помню честное слово честное слово не помню помогали мы как то есть а тут могли все изменить а вот чем то помогали давайте интересно давайте посмотрим может изменили а может нет я не честное слово ничего уже не знаю ничего не помню память у меня девичья как умнику хотя возможно даже памят valeur чем у меня так все чапай думает чаба решил сходить помочь мику ольги дмитриевна под зрителя долго не было, поэтому пришлось мне науповать на совесть Мику и мое к ней доверие. Пошли, дочь солнца. Вздохнул я, смиряшись уже с тем, что на утро проснулась вареным. Правда? Ой, я знал, я знал, что ты меня откажешь. Она с энтузиазмом захлопала в ладоши и тут же опослева притихла, озираясь по сторонам. Импульсивная по самому я не могу. В этом вся моя Мику. Так что это там за проблема? Пойдем, покажу на месте. Японка схватила меня за руку и потянула в дальний конец улицы, к домику, который делила с Леной. Немало не сомневаясь, она пронеслась по ступенькам, таща меня за собой и толкнул в дверь. Наскочила в домик. Меня накрыло запоздалым ужасом. А вдруг там Лена и она? Голая? Да! Причем здесь это я про сон. Нет-нет, какой сон еще? Ночь же, все раздеваются. По счастью, Лены в домике не оказалось. Мы оказались в Мику здесь вдвоем. А где Лена? Лена? А какая разница? Видишь? Внутренний гонус даже не думал скрывать победных интонаций. Я же тебе говорю, она тебя в гости зовет, чтобы ты ее согрел энергичным трением. Вот смотри, она сейчас закроет дверь, ослабит галстук и... Хватит, ладно? Мне и так неловко, а ты еще масло в огонь подливаешь. Ой, что это я говорю, прости. Кажется, девочка была немного не в себе. Во всяком случае, последняя фраза не могла принадлежать той доброй и отзывчивой девочке, которой я знаю Мику. Просто с этими проблемами я уже сама не знаю, что несу. Она прислалась к двери, скрестив руки на груди и стараясь говорить, как можно мягче потребовал. Может, уже пора сказать о том, что произошло. А тут рассказывать-то нечего. Женя забирает Лену полночить в библиотеку. Я достаюсь и тут одна. Я не боюсь темноты или иночества, но сегодня... Она вздрогнула. Десять минут прошло, как ушла Лена, и тут началось... Что началось? Мику покраснело. Знаю, выглядит глупо, и ты сейчас назовешь идиот... Знаю, выглядит глупо, и ты сейчас идиоткой совсем посчитаешь, но там были звуки. Мику была недалеко от истины. Некие таинственные звуки выглядели именно что глупо. Какие звуки еще? Страшные! Мику распахнул свои без того огромные глаза еще шире. Как будто кто-то ходит вокруг и нюхает. И будто, подтверждая слова, откуда-то за пределами домика раздались характерные сопящие звуки. Ай, это они! Кажется, я уже начал догадываться, о ком идет речь, но всякий случай уточнил. Они? Не слышишь? Те самые звуки! И вот ради чего меня подняли с кровати. Так не обращай внимания, не очень громко. Можно и уснуть. Мику только головой помотала. Нет, это еще не все. Он сейчас понюхает и будет искать путь в дом. Это как? Японка разоснованно посмотрела на меня. Вокруг дома ходить будет. И не просто ходить, а громко так. И нюхать так. В полном соответствии под словами, под окнами раздался тот самый неповторимый топоток, издавать который может лишь одно животное во вселенной. Мику снесло с кровати, и она бросилась ко мне и вцепилась в руку. Вот, вот, слышишь? Она ходит вокруг дома, она меня съест. Похоже, для Мику... А, похоже... Было похоже, что для Мику это не совсем игра, и она не поддельно напугана. И этот опыт был действительно громкий. Особенно, когда я перебрался с бетонных плит на деревянные доски прибалконника. Вот, и так всю ночь. Она цеплялась за меня, как утопающий за соломинку. И не был сейчас в мире силы, способной рожать побелевшие пальцы на моем запястье. Ее все трясло. Надо понимать, что насчет Ольги Дмитриевны ты... А, насчет Ольги ты немного покривила душой. Ничего удивительного. Я, честно сказать, искренне зауважал девочку, когда понял, какой храбрости и стоило просто добраться до меня. Представляется картина, как распахнулась дверь у домика, и вметнувшиеся в луну в свете синий-зеленые волосы отметили путь, брошившиеся перед девочкой. Вперед, только вперед. Не беречь дыхание, не экономить энергии. Изо всех сил. Не оборачиваясь. Топоток под окнами стих. И лишь тут я обратил внимание на то, что до сих пор обнимаю Мику. Бедное мою. Я сам не заметил, как прижал ее к груди и успокаивще гладил по волосам. Она недоверчиво прыгнула ко мне. Несколько бесконечно долгих минут потребовалось на то, чтобы она немного успокоилась и пришла в себя. Знаешь что? Что? Там же дикий зверь снаружи. Хычник практически. Ой, не надо. Она ткнулась лбом мне в грудь, позволяя вдохнуть аромат ее... А, аромат волос с едва уловимыми нотками эвкалипта. Эвкалипт. Надо запомнить, на всякий случай. Малый друг. Надо. Решил я. Мы его поймаем. Что? Нет! Но тут же одновременно произошло два события. Затопало где-то слева от окон, и я выскользнул наружу. Ночь прорезала угрожающим... И несчастной японке ничего не оставалось, как проследует за мной. Не знаю, на каком языке она ругалась шепотом, следуя за мной, но ни слова ею и сказанного я в аниме не встречал. Какой-нибудь диалект? Тише! Шепнул я. Если ты хычник нас услышит, то... Мико мгновенно спряталась за меня. Ты нападет, да? Точняк. Нападет и укусит за хвост. Просто давай потише. Хорошо? Мико смудилась, и от этого показательно захлопнула рот. Сделал движение, Будда закрывает замок и выбрасывает ключ. Ну а я, по ходу пантомима, наконец, разглядел то, что хотел. Неясно имберился я день с хищными смазанными контурами, быстро-быстро несущая себя по земле. Пронесшись в мир на нас, день скрылась под домиком, и оттуда послышалось недовольное фырканье. Мико, стой здесь, на свеченном свете, приказал я. Но! Мику, просто не спорь, ладно? Я без лишней нежности положил ей палец на губы. Я пойду на ту сторону домика, а ты, когда подам сигнал, начинай громко топать. Было заметно, насколько страшно девочке. Но это и рядом не стояло с тем, что будет, если все-таки ее цапнуть в темноте. Она бы поспорила, она спорила еще бы еще, ругалась, говорил что-нибудь о том, что ни в коем случае нельзя разделяться. Во всяком случае, я ожидал от нее именно такой реакции. Ничуть не удивился бы ей. Она же девочка, а все девочки такие страшные трусихи. Но случилось нечто совершенно иное, будто из глубины сознания на ее лицо выпала обреченная решимость и доверие. До самой твердности. Мику отрывисто кивнула и отпустила мою руку. Ты только кричи погромче, ладно? Дрожащим голосом попросила она. Прекрасная дама преодолевала свой страх и доверила своему рыцарю. И поверила ему. И в него. А это значит, что я не имею права ее подвести. Кто бы сказал, в жизни не поверил. И слова-то какие громкие. Пафосные. И дурак ты такой. Громкий и пафосный. Вот Шиза мне всегда нравится. Не знаю почему, но как герой я его воспринимаю больше, чем самого Семена. Да, Семен иногда выдает какие-то хорошие фразы, монологи. Но то, что выдает Шиза, иногда все-таки лучше. Особенно его шуточки. Возможно, из-за того, что я больше люблю шутки. А может из-за того, что просто сам персонаж интересный. Хотя это просто внутренний голос, но... Он делает многое. Все-таки, если бы не было Шизы, То, наверное, Рут бы не был таким тоже интересным. За счет него. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Ну, возможно, это было так. Ну, и сейчас тоже те самые шутки, они были классные. Как и сейчас. Они сейчас до сих пор вызывают у меня такую легкую улыбку. Так что... И вообще советую лично потом прочитать вам лично, ознакомительно. Семь недели это. Потому что... То ощущение, тот опыт. Те самые эмоции, которые во время прочитания, они не изменим. Серьезно, я вам правду говорю. То, что я здесь считаю, это, возможно, передача каких-то эмоций, каких-то первых. Которые вот были со мной. Но то, что вы прочитаете самостоятельно, если захотите, То я вам настоятельно рекомендую. Перепрошать это все самому. Да, конечно, видеть, как считает какой-то другой человек, И следить за его реакцией, очень интересно. Но... За той реакцией, которую вы ощутите сами, Вам понравится намного больше. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Все. А теперь продолжим. Или мне напомнить тебе, на каком языке общается в мире 17-летних. Нет, но причины. Разве тебе есть дело до причин? Все время, что я стараюсь двигаться бесшумно, Огибал домик, я чувствовал спиной дурепровожающий взгляд. И не выдержал, обернулся. Мику отчаянно улыбалась. Всеми силами стараясь показать, что ей не страшно. И вот тут-то не поможет ни сценическое настоящее, Ни прошлое, где тебя зовут отчаянная Мику. Ты либо вверяешь свою жизнь и безопасность человеку, И это призначит косноречивее всех слов на свете. Либо не вверяешь. В глазах защипало, И хвала рандому, что я успел скрыться за бочкой. Из-под домика донесся знакомый топоток. Неспредо на все попытки двигаться бесшумно, Моя будущая добыча меня учуяла. И пошла на еще 1 секунды. Если она выскочит на Мику, пиши пропало. Я вобрал в грудь побольше воздуха. Мику, давай! С той стороны донесся шум. Мику старательно за всех сил лупила каблуками в бетонные плиты. А я, наоборот, замер. Шли секунды и... Наконец, шум удаляющихся лап сменился с шумом приближающимся. Мой хитро-коварчивый план определенно начал работать. И... Черт! Они все-таки сделали это! Прекрасно! Ой! Как же я давно этого ждал! Наконец, нашелся художник, который рисует именно фаны для Бесконечного Лета. Ну, именно для Семни Лета. И это реально прекрасно. Это, смотрите, это... Сцена-погоня. Ну, сейчас вы узнаете почему. Ну, сейчас я просто покажу вам. Вот, смотрите, за кем система бежит. Правильно! А сейчас просто почитать надо. Это нужно читать. Это если я просто пересказать буду, это будет не так интересно. Из темного прогала, подопитающим Леной и Мику, в лунный свет вырвалась та самая округлая хищная тень. По чьей душу я здесь и стоял. Глубоко вздохнул, я взял низкий старт и ускорился. Всегда заболел догонять автобусы. А это было последние несколько лет, был единственным способом заставить меня перейти на бег. Идет вот по улице такой солидный господин в пальто, в плеере, с умным лицом. И вот он переходит на бег. И в замедленной съемке видно, как начинает трястись его щеки. Колыхается брюхо. Трясутся ляжки. Полное безобразие никакой солидности. Но здесь-то ничего этого нет, правда? И никто меня не видит. Подумал я, стараясь не обращать внимания на колоту в боку, появившуюся уже спустя 10 секунд бега. Все-таки спорт не был сильной стороной даже обновленного тела. Предположим, ты его догонишь. Из-за тряски и топота вкрадившийся голос вечного визави донесился рывками. Лови-то, чем его собрался, умник. С силой мысли или... Ядом в голости можно было травить речку целиком. Голыми руками. Мысли заметались. И правда, чем? Разум отработал сотню вариантов. Один фантастичнее другого. Начиная от растяжек на лианах, заканчивая экстренным подкопом и забуксовал. Разве что... Ага, ты совершенно прав. Но если я упаду, то... Послушай, ты хищника добыть... Добыть хочешь, или свой пузо в сохранности зверечь. Спорить с такой логикой не получалось. Да и вообще, найдите-ка мне какого придурка, который станет спорить с внутренним-внутренним голосом. Каким бы похабным и скорбезным тот бы не был. Вздохнул, я снял галстук и скомкал его, спрятал в карман. Живее, добычу пустишь! Я пронесся мимо мобальников и через небольшую рощицу, наконец, вырулил к направлению притихшему в ночи зданию музыкального кружка. Хотя двигался намного быстрее добычи, и мне приходилось то и дело останавливаться, искать темноте, темно-светлый силуэт. Вот мне кажется, они немножко этот арт ставили немножко раньше обычного. Все-таки нужно было сначала ставить музыкальный клуб, а потом, наверное, был все-таки этот арт. Там все-таки было бы понятней, я так понял. И хотя двигался я намного быстрее добычи, мне то и дело останавливаться, а приходилось то и дело останавливаться и искать в темноте светлый силуэт. Но здесь жертве скрываться было некуда. Она, как крейсер, неслась и оставляет за собой заметный шлейф из справляющейся травы. Если бы не одна проблемка, как в той задаче про Ахиллеса и Черепаху, я дал слишком большую фору, чтобы... И если я что-нибудь придумаю как можно быстрее, то все это будет зря. Хищник доберется за здание клубов и... На ходу, расстегнув рубашку, я схвалился изо всех сил, не слушая топота и скриков сзади, весь нацелившись в одну точку. Я выбрав максимум скорости на протестующих ногах, я толкнулся вперед, вытягиваясь в прыжке, составившим бычесть самому Яшину. Мечта о полетах, без скрыльев и лопастей, без реактивных турбин и прочих нелагических костылей. В руках белым паростом хлопнуло полотно и... Я приземлился прямиком на пузо. Юзом прокатился вперед, обдираясь, и наконец раскрыл добычу рубашкой. Дистанция сократилась до минимальной. Под ней же тут же возмущенно зафыркали и забормотали. Сем, Сенечка, ты в порядке? Ты когда убежал? Мне страшно стало, я за тобой убежала. И вдруг ты упал, я поняла, что ты вдруг не упал, а спрыгнул. Ты не ударился? Задороторил, догнавши меня Мику, протягивая руку. Искучая то, что меня подняли с кровати и вместо сна заставили заниматься легкой атлетикой... О, разумеется. Ударился. Ну это ерунда. Главное, это моя добыча. Я ее добыл. Я кивнул в совершенно самостоятельно уходящую кругами топающую и сопящую рубашку. Что там? Шепотом спросила Мику. Тот самый страшный зверь, который ходил кругами вокруг твоего домика. Что это за зверь? Свернул рубашку мешком. Я поднял добычу на ладонях, перевернул, демонстрируя японки колючий шар. Ежик обыкновенный. В народе известен как злюка колючка еж. Такой маленький. А как же он так громко топал? Ходит он так, как будто вечно на пятку наступает. А теперь, когда погоня закончилась, все, чего мне хотелось, это вернуться обратно в свою уютную постельку и покемарить минуток триста. Порывом ветра обрезало влажную спину, и я поежился, вспомнив вдруг, как ищу, что я ищу все, что все еще с голым торсом. И что ты с ним делать будешь теперь? Я пожал плечами. Как-то впервые приходилось ловить ежа, и понятия не имею, что с ним делать дальше. Да отпущу, наверное. Вряд ли кому-то в лагере нужен громко сопящий и топающий по ночам питомец. Что верно, то верно. Давайте снимем вас за территорию. Отсюда рукой подать было до забора, поэтому направление даже выбирать не пришлось. Ёжик так и лежал у меня на ладонях, свернувшись клубком, как делая все ежи в минуты опасности, и не больно колол пальцы сквозь рубашку. И только сейчас я заметил, как тихая и теплая ночь царит вокруг. Счастье ведь можно измерить, если сильно постараться. Сечами часов вместе, кудами совместно с единой соли, глубиной отметин ногтей на ладонях. Количеством запланированных детей, наконец. Хотя на самом деле, лично мое счастье измерялось в количестве произнесенных слов в условную вереницу времени. Я заставил Мику разговаривать не в кулеметном режиме, а скорее короткими очередями. Просто потому, что отказался первым. Оказался первым, кто не стал хвататься за голову и бежать в ужасе. А раз так, знай, что если она тараторит, значит сорвалась и перестала тянуть спинку, контролировать собственную вещь. Например, от страха. Или от волнения. Кусты зашуршали, пропуская нас калитки, ведущие за территорию лагеря. От возбуждения. Я присел на корточки, вытряхивая хищника на траву. А. Назад. Мы немножко пропустили. Так, вот, от возбуждений. Да, ё-моё. И от волнения. Кусты зашуршали, пропуская нас калитки, ведущие за территорию лагеря. Ну вот. Я присел на корточки, вытряхивая хищника на траву. Тот так и скатился недоверчивым шариком. И, разогнувшись, замер, втлакнувшись со влажным, мерцающим взглядом японки. Ты как самурай, не попаялся, не отвернулся и защищая нуждающегося. Самурай? Кота Амитсу Катари? Она тебя своим верным рыцарем назвала, Тормоз. Она сделала шаг, оказавшись близко-близко. Я не была уверена, что ты поможешь, но мне больше идти не было, не было кому идти. А ты помог. Она сделала еще один крохотный шажок. И еще. И обнаженный грудью ощутил тепло ее тело, пробивающегося сквозь рубашку. Спасибо. Она приподнялась на цыпочки, целуя меня в уголок, и положила что-то в руку, силой сомкнув пальцем. Ты просто чудо, шепнула она. И исчезла. А я разжал руку и задумчиво разглядел плетенный послед. Кукухимо. В котором поверх красных нитей была вплетена знаковая сине-зеленая лента. Цвета Мику. Я его нашел в ней, а она сблагодарила обратно. Что-то это все значит. Но вот что. Ототвинув ежа, явно намылившегося вернута на территорию ногой, я отошел за собой... А, отошел... Я зашел и закрыл калитку за собой. Я намеревался заспать причитающийся, даже если потребуется окопаться. А тем временем наступило уже полноценное утро. Семен! Чтобы до обеда я тебя и не видела. Ни тебя, ни Мику, ни твоих чертовых ежей. Ты меня понял? Она заметилась по домику, между делом забрасывая по ящикам весь живописно расположенный по домику хлам. Начиная от предметов нижнего белья, кои без озерения совести были разрешены на спинке кровати, заканчивая какими-то непонятными банками и огромным молотком под кроватью. Вопросы, это непонятно. Почему он сразу не доподозил этот долбанный молоток? Вопрос даже другой. Зачем вожатый молоток? Я, конечно, понимаю отсылку к чему это, но... Все мы понимаем, зачем... Извиняюсь. Такими костыли на железнодорожных путях забивать разве что? Нет, она им нерадивых пионеров по маковке наглаживает. Так что в твоих интересах подняться и сделать, как она сказала? Многозначительно ответил я с набитым ртом, на столе дожидали своего часа еще парочка бутербродов и яблока, и на ходу, разостегивая рубашку, выскочил на улицу. Ну, здравствуй, здравствуй. Мой четвертый день в неизгадываем раю с кумачевой кровью на плечах, мой третий день утраченного покоя по девочке море. Старая затасканная сценка, когда двое влюбленных лежат на спине носом в небеса, ухо к уху, голова к голове. А что бы ты почувствовала, когда впервые встретил меня? А что бы ты почувствовала, когда поняла, что я просто к ней отстану? Да, очередную какую-нибудь банальность в духе, э-э-э, давай ты первая. Как скажешь, я решил, что вот еще один интересный мальчик, который будет слишком быстро устанет от моих попыток быть собой И от моих попыток быть навязчиво интересной Я решил, что вот она, очередная, очень красивая девочка, которой я никогда не буду интересен, как бы это банально не звучало Причине того, что это достаточно скучный персонаж И притворился, чтобы чуточку интереснее себя с обычного? И ты притворился, что не знаешь, что такое надо есть кому-либо Пара, года, два урода, Симон, ты скажи, это и сейчас я ее роль исполняю, неужели ты думаешь, что она скажет то же самое? Да черт его знает, Ник очень умная девочка, и фальш распознает на раз Но ты кажешься ей симпатичным, поэтому она кое-что вполне в состоянии спустить тебя с рук В таком случае основной сложностью будет отличить прощенный от принятого на веру А просто жить в мире ты не хочешь? Я стремнул на площадь, увернувшись по пути от стойки каких-то незнакомых пионеров В мире? В каком мире? До тех пор, пока я не попал в это сумасшедшее место, в моей голове никаких посторонних голосов не звучало Поэтому не знаю, в курсе ли ты, но на всякий случай напоминаю Что мой нынешний мир, это не пыльное просиживание штанов в госструктуре с 9 до 6 С перспективой повышения и просиживания с 8 до 7, а там и до 8 А в свободное время это добровольница с заточением в замке тишины, где и бессилен выжать из себя хотя бы ноту Несмотря на то, что пальцы порой коровоточат музыкой И все, что у меня есть, это чертово окно 20-24 дюйма, ведущее в мир рафинированных и фасованных приветов Как думаешь, как далеко пошлет меня Мику, если я предложу ей эти перспективы как возможные посредствия жизни со мной? Я предлагаю тебе руку, сердце, кошелек и полную стагнату до сих пор, покуда смерть не освободит нас Нагнал мрачнику Все-таки Семен правду говорит Даже если он бы с ней ушел бы в свой мир Как бы было такое... Что бы он ей смог предложить? Он-то по сути жизни ничем не занимается Ну, кроме как просиживает жизнь за компьютером И работает офиксным плактоном, я так понял В госструктурах с 7, с 9 до 6 А структуры повышения до такого-то времени Извините, если что-то у меня уже с голосом, наверное, уже Начинаю понемногу запинаться и уже уставать Так что, простите Наверное... Ну, скоро будем, наверное, заканчивать Ну, надо договорить, как говорится Есть немного Согласился я, Пашимэ, лапу электронику Привет, а где твой приятель? В медпункте он Что-то серьезное? Он только плечами пожал Ясно, понятно Я к Мику Она там? Я мотнул головой к сторону рубки Да Ну, убывай тогда Леганик что-то пробормотал мне в спину Но я уже не сушил к тому моменту И, как оказалось, напрасно Мику вся замотанная сидела в самом центре рукотворного хаоса и отдыхала С добрым утром, солнце ясное Мне сказали, что ты уже в рубке Привет Мику жалобно посмотрела на меня Если не даваться в подобности, это она и есть Она красноречиво ввела рукой помещение Рубка Будущее Да как же так? Если бы знал, что твоему воцарению даже места не подготовит Я бы в жизни Да брось Все равно кому-то надо было рано или поздно разобрать этот весь хлам То почему бы не нам? Я бы предпочел, чтобы не нам Продормотал я себе под нос Что? Ничего Давай фронт работа распределять Думаешь, управимся вдвоем? Я пожал плечами Раз никто не гонит и не торопит, то почему бы походку не поработать? Нам все же приказали закончить все позавчера А то все, конечно, стал бегом на авианосец А коли так Никогда не любил убираться Честно Даже в моей родной берлоге Вечно царил такой гадюшник, что Скажем так, у меня было несколько нахоженных тропинок К местам удовлетворения своих потребностей И все Остальное плавно зарастало паутиной, пылью и хламом Ничего удивительно, когда все маршруты годами проходят между кроватью, кухней и компьютером Но ради мигу я готов был наступить на горло своим принципам И вспомнить о том, что я в полне в состоянии привести помещение в порядок Если у меня на то будет вести достаточно весомый стимул Стимул стоял рядом, хлопал огромными ресницами и источал аромат эвкалипта Погнали, солнце ясное Наверное, давайте мы на этом закончим То есть они, я так понял, начнут уборку А с уборки лучше начать уже какого-то там Знаете, уже в следующий раз Я немножко подустал Нет, это, конечно, немножко звенится с моей стороны Но, простите, ну, хочется отдохнуть Да и поесть тоже хочется Ну, все же понимаете Итак, с вами был Касанган Подписываемся, ставим лайки, заходим в нашу группу ВКонтакте Пишем комментарии там Как в группе, так и под видео И до всего хорошего Не болеем